Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Снимаю это видео уже ночью, после того, как провел прямой эфир SEO криптовалюты ТТ Крипта Павлом Алешиным. Было очень много вопросов, было очень много ответов. Я считаю, что человек искренне все рассказывал, выводы делать только вам. Смотрите этот эфир без перемоток, на один час, но очень интересно он получился. А потом в конце я уже подытожу какие-то, может быть, плюсы, минусы того, чего я, может быть, увидел, чего я не увидел. Комментарии всегда открыты, всегда пишите свое искреннее мнение. И на момент 21-22 сентября 2020 года еще нет бирж и криптокошельков, где можно купить или продать криптовалюту ТТ Крипта. Нужно немножечко подождать, потому что сейчас идут процессы обсуждения и, ну скажем так, предлистинга. Пока что еще нигде нельзя купить, поэтому, пожалуйста, остерегайтесь мошенников и следите за официальными каналами ТТ Крипта. Все ссылочки будут здесь, в описании, именно Телеграм-каналы. Ну что же, приятного просмотра. Еще раз, очень важно, ни в коем случае не перематывайте, а то можете пропустить самое интересное. Ну что, всем привет! Е-камон-камон! Ждем нашего гостя Павла Алешина, создателя криптовалюты, SEO-криптовалюты ТТ Крипта. Новая крипта, которая может очень хорошо помочь всем блогерам, рекламодателям, да и простым инвесторам, которые рассчитывают на бычий тренд. Некоторые вопросы уже заготовлены, некоторые вопросы вы можете уже задавать, я их обязательно тоже озвучу. Так что, коллеги, давайте включаемся в работу, ждем Павла Алешина и начинаем. Потом обязательно этот эфир будет сохранен, я его отправлю на YouTube, и там еще тоже люди посмотрят. Просто, мне кажется, нужно уже инстаграм-аудиторию подтягивать на нормальные темы, где можно заработать. Так что, большая просьба этот эфир сейчас всем отправить, своим друзьям, знакомым, чтобы мы с вами максимальную аудиторию охватили. Я как раз это сейчас делаю, отправляю. Можете пока в комментариях написать, кто из вас уже занимается криптовалютным бизнесом, кто развивается в криптосфере, кто хочет здесь зарабатывать, кто уже зарабатывает. Это действительно интересно. Интересно в том плане, что многих пандемия очень сильно подкосила. Но не все сдались. Многие начали заниматься криптовалютной сферой. И хочу вам сказать, преуспели. Никто, конечно, не будет рассказывать, сколько он там купил или продал. Но, тем не менее, заработали люди. Очень даже неплохо заработали. О, как Сайбаба, надо тоже ему отправить. Это местный Майкл Джексон. Знаете где? В Турции. О, доктор Рауф, привет. Биржевой трейдер, всем привет, всем привет. Е-камон-камон. У нас эфир по теме ТТ-Крипто. Ох, что-то жесть я желтый, конечно, но ничего страшного. Маленькая реклама. Агаев Рауф и Фарид Исаев, мои старые товарищи, открыли клинику в Марине, стоматологическую. Слава богу. Как говорится, поздравляю. Просто поздравляю. Не-не-не, Александр, сегодня ты у нас не участник прямого эфира. Мы ждем Павла Алешина. Он у нас отправляет запрос на прямой эфир. Теперь надо будет пообщаться и предоставить ему возможность рассказать про как раз ТТ-Крипто. Сегодня был знатный пролив. Да, да, Никола Микс. Может быть. О, ТТ-Крипто инфо. Давай, отправляй мне запрос в прямой эфир. Будь так добр. ТТ-Крипто. Да ну-ка, посмотри. Сейчас, ТТ-Крипто, конечно же, я твой. И мы будем сейчас очень жестко общаться. Здравствуйте, здравствуйте. Самый светский репортер страны Леван Тодова. Слушайте, у меня в любом случае шоу какое-то будет, да, сегодня. О! Да, привет. Привет, привет. Привет. Очень хорошо тебя слышно. Меня как слышно? Нормально? Тебя тоже отлично. Замечательно. Ну что же, Павел, приветствую тебя. Спасибо большое, что уделил время, вышел в прямой эфир. Мы его обязательно сохраним. Я уже людям говорил. Этот эфир отправится на мой YouTube-канал Захар Крипта. И все же несколько вопросов к тебе. Пожалуйста, представься, почему ты решил создать криптовалюту ТТ-Крипто. Ну, просто вот с нуля людям расскажи, почему эмиссия 10 миллионов. И почему ты все-таки выбрал блокчейн Трон. Чем он тебя так зацепил? Let's go, твое время. Действительно, недавно мы создали монету ТТ-Крипто, связанную с TikTok-блогерами, с биржей TikTok-блогеров. Не назвали ее TikTok, потому что была переписка с Bydance, китайской компанией, у которой патент на эту компанию. Они о монете уже хорошо знают, то есть они следят, но попросили, конечно же, прям TikTok, словом не называйте, чтобы тикеров таких не было из-за того, что, ну, все помнят историю с Libra, Facebook, с тоном телеграмовским и так далее. Поэтому вот эта крипта, ну, конечно же, например, наши блогеры в TikTok расшифровывают это, как TikTok криптовалюта. Хотя при этом прям привязываться к TikTok мы не хотим, потому что поэтому листим блогеров из Instagram и YouTube, и далее будем листить из других социальных сетей на блокчейне, которые сейчас развиваются. Но сегодня, конечно же, на хайпе больше TikTok, опять же, и новости с Трампом, Америка, то есть интерес к ним возрастает. Я думаю, мы еще не пришли к той точке вот этого хайпа по TikTok, который, наверное, будет уже в следующем году, когда из Instagram, из YouTube все пойдут в TikTok. Но уже сегодня огромный спрос у рекламодателей. Это самое важное. И монета данная, для чего она создана? Прежде всего, ее фундамент – это оцифрованные, токенизированные, так скажем, блогеры и рекламодатели. То есть чем больше блогеров у нас, чем больше рекламодателей, тем выше спрос на монету. Создано 10 миллионов токенов. Кстати говоря, это очень важно. Почему Blockchain Tron? Blockchain Tron пользуется максимальным доверием во всей криптоиндустрии, как и Ethereum. Но в отличие от Ethereum, комиссии там минимальны. Потому что сегодня у Ethereum огромные комиссии. И Justin Sun твой друг, да. Долго идут транзакции. Но Justin Sun уже узнал о монете. Все, он уже знает. То есть я думаю, что мы проведем еще когда… Ну, будет, придет время, сейчас раскрутимся и проведем эфир с Justin Sun, кстати говоря. С английским что-то учить только. Да. Суть в том, что в рынок не будет вбрасываться столько монет, которые не будут обеспечены. Только те, которые обеспечены блогерами и рекламодателями. И суть в том, что если даже человек купил монеты, просто купил, даже как инвестиция, он в любую секунду, в любой момент может заказать рекламу у тебя, у Сергея с YouTube-каналом, других YouTube-блогеров. И, конечно же, огромного количества TikTok-блогеров, которых у нас сегодня 100. 100 TikTok-блогеров, которые принимают эту монету. Вот сейчас, так как недавно совсем создана монета, у нас есть Telegram-бот с заявками по блогерам. То есть человек регистрируется в боте, все, там кошелек свой вводит на троне. И дальше может пользоваться, заказывать рекламу. И вот сколько у нас блогеров, каждая монета поэтому обеспечена рекламой. То есть нет такого, чтобы это просто был какой-то воздух, какой-то там ходил, гулял и так далее. В то же время нет у нас, можно было бы, конечно, что-то под дефи закосить, чтобы был стейкинг, чтобы монеты майнились. Но здесь именно платежное средство. Поэтому именно математически было определено, что не должно быть больше 10 миллионов монет. Да, конечно же, через пару лет мы столкнемся с сильным дефицитом. Потому что когда мы опубликуем white paper проекта, все увидят, что биржа блогеров, как вот сегодня у нас есть Telegram-бот, но далее мы делаем IT-программу, IT-платформу огромную, в которой будут и китайские блогеры сидеть, и американские из Африки отовсюду. Огромное количество блогеров. И понятное дело, что будет очень сильная токеномика проекта, потому что вот были у нас вопросы такие, а если блогеры будут лить монеты? На самом деле блогеры, они заинтересованы, когда зарабатывают на своем блоге, чтобы их аудитория увеличивалась. И таким образом идет взаимопиар между блогерами. Это очень удобно. Мы специально сделали так, чтобы комиссии между ними, то есть у нас платформа, понятное дело, берет там 10% комиссию за то, что мы как гарант, за то, что предоставляем этих блогеров, но между ними вообще никаких комиссий. То есть если ты, например, Руслан, хочешь купить у Симон Сьянова рекламку в его YouTube-канале или еще какого блогера, ты не будешь платить никакие комиссии платформе, мне и так далее. Просто купишь за монетки, и все, вы там Бартрушку прорекламируете. Тем самым увеличите свою аудиторию, ну и ценность поднимете своей рекламой. Это первый момент, почему они будут вращаться. Второй момент, что блогеры, они, как говорили вот на YouTube-канале, как раз недавно мы проводили презентацию, что блогеры, тот человек, который не продаст, у него есть конкретная работа, которую он выполнил, он прорекламировал какой-то проект, какой-то продукт. Например, у него в голове, что стоимость его рекламы 1000 долларов. Но он не будет продавать свой труд за 800, за 700 или 500 долларов. То есть если даже как-то там спекулянты немножечко опустят цены на биржах, то блогер не будет идти продавать монеты в два раза дешевле, чем стоит его реклама. Он все равно подождет, когда она будет стоить дороже. Он лучше взаимопиар с другими блогерами проведет, чем это сделает. Поэтому тоже очень важный момент. И третий, почему, тоже вопросы есть, а почему не USDT, почему не биткоин, почему для блогеров создана своя собственная монета, TT-крипта. Прежде всего, потому что мы помним кейс в ТикТоке с Догикойном, что монета прикол, монета шутка. Мы понимаем, что да, в ТикТоке сейчас молодая аудитория, уже не школьники. Как некоторые говорят, школьники в лайки сидят. Там наши с Русланом ровесники в основном сидят сейчас в ТикТоке. Люди, у которых есть работа. Даже если студенты, все равно это люди, у которых деньги есть. Ровесники это под 40? Это кому под 40? Это кому 30 еще нет. Есть такие. Но это, кстати, нет. Это, между прочим, сколько было опросов по крипте. Именно молодежь до 30 как раз и пользуется криптовалютой. В подавляющем большинстве. Мужчин за 40 ты не приведешь. Если он не вовлекся, это еще в 2017 или 2018 привести уже нереально. Значит, в точку ударили. Здорово. Да, это именно наша целевая аудитория. Именно наши сидят в ТикТоке. И вообще всей криптоиндустрии. Поэтому у нас сейчас огромное количество заказов и заявок на рекламу в ТикТоке среди разных проектов. Это и социальные сети на блокчейне. Это и криптокошельки, и биржи, и другие токены. То есть очень-очень много всех. Самое главное запуститься. Да, согласен. И самое интересное, даже новости. Вот эти крипто-новости, они идут рекламироваться к нам. Говорят, прорекламируйте наши новостные каналы. Причем я не буду сейчас их называть, но очень популярные в криптоиндустрии. Все равно им нужна новая аудитория. И, кстати говоря, у нас тоже есть подлинница бартера, поэтому мы в новостях в крипто-СМИ окажемся бесплатным. Мы им просто рекламку в ТикТоке, они нам в СМИ опубликуют статье о нас, что вот такая-то монета появилась, крутая. Ну, не бесплатно это за бартер, я понимаю, да. Слушай, а расскажи, ну, не лохотрон ли, есть ли уже на Гитхабе что-то, ну, официальная история или полулегальная? А то, знаешь, вот эти вот, ну, все насытились, я не буду говорить о каких-то названиях, проектов. Туда вложи баблосбор, сюда вложи баблосбор, а потом на выходе что у нас получается? Хурма, как вот, ну, понял, да, о какой монете идет речь? Ну, реально обидно, вот так вот. Люди уже устали терять, может быть, здесь как-то изменится? За счет чего ты считаешь, что, ну, другая судьба монета? На Гитхабе у нас есть уже аккаунт, это крипто, там выложен код, и там выложен блокчейн троновский, их дашь там номер и так далее. Будет еще выложен на код бота. Ну, здесь мы подумаем, так, чтобы выложить, чтобы нас, конечно, там не воровали данный аккаунт. Чтоб не скоммуниздили, да, потому что безопасность очень важна. То есть, как, но все равно там тоже часть бота в любом случае будет представлена и самой биржи, и наших кошельков, то есть, ну, как, в принципе, и BitTorrent делают, как все делают. То есть, все у нас будет обновляться, у нас сидит уже человек, который будет вести Гитхаб. Это первое. Второе. Все открыто, все на троне, эмиссия открыта, 10 миллионов. Ну, соответственно, как мы знаем, что на троне допечатать, как на многих монетах на BTC Alpha, ничего нельзя. Здесь чисто открытая история. Сам трон за свою репутацию очень сильно держится, то есть, не было таких случаев, каких-то скамов вообще на троне, поэтому нет. И в данном случае мы видим, что этому блокчейну можно доверять. Вот как у нас есть эфир, есть трон. Это два блокчейна, все. У Waves он менее популярен, поэтому нет. Вот такие вот системы. То, что сейчас, конечно, есть, ну, пока большинство аудитории нас смотрит из тех, кто, например, торгует на BTC Alpha. Я уверен, что монета тоже скоро на BTC Alpha появится. И, конечно же, у них там возникает... Кстати, уже очень пошел сильный хейт. Сильный хейт со стороны призма вот этого всего, Оура и так далее. Но Оура мы договорились, что мы... Так а в чью сторону? В твою и монеты? Да. Ну, единственное, да. Почему? За счет чего? Ты же вроде не говоришь плохо про другие монеты. Смысл вообще хейтить? И причем хейтить неконструктивно. Нахрена это делать? Ну, вот, например, с Оуэром мы договорились сегодня, что они не будут. Потому что никто друг друга задевать не будут. В принципе... К Санычу претензий нет, да? Все нормально. На мировую. Хорошо, это самое главное. Нужно жить в дружбе. Зачем? Или хотя бы в партнерах? Да, самое интересное, что у ТТ крипто противников нет вообще. У нас монета, сама суть монеты в том, что мы рекламируем другие криптопроекты на бирже блогеров. Реклама, да, реклама, маркетинг. Поэтому тот же призм, они тоже могут рекламироваться, если, конечно, блогеры захотят это сделать, потому что мы не диктуют какие-то блогерам правила, что рекламировать, а что нет. То есть, если они захотят прорекламировать призм, они будут спокойны. Призм может закупить рекламу. И любую другую криптовалюту. Любую другую криптовалюту, да. Все. Хорошо. Кстати, вот ты говорил про БТЦ Альфа, а на каких биржах, в принципе, планируется листинг в ближайшее время? И на каких бы ты хотел, ну, там, может быть, в 2021 году залиститься? Ну, когда станешь побольше? То есть, станешь побольше? Не будешь на Binance с ТЭКС? Куда хочется? У нас анонсирован, ну, не анонсирован, у нас сейчас идет процесс оплаты с ТЭКСа, то есть, все, как бы, все готовится к листингу. У нас есть определенный договоренность с ПТЦ Альфа, тоже готовим монету к листингу. Есть договоренность тоже с одним очень популярным криптокошельком, пока не, ну, пока публично прямо вот не озвучиваем его, но очень популярный по СНГ, который интегрирует его. Скорее всего... Я понял, о чем идет речь. Хорошо, да, когда будет уже, тогда прыгнем, окей, тогда озвучишь. Когда по факту выйдет, как выйдет, только мы сразу же объявим, что, ребят, вышло, можно там держать. У нас сейчас заявки на бирже по трейдингу самих монет на Троне, то есть там Трон Трейд есть в биржах, причем очень мировая и популярная, кстати говоря, заявки на децентрализованные биржи. Ну и, конечно, есть у нас предложения, так скажем, людей по Битхампу, по Битфайнексу, по Эксмо, которые готовы, ну, за то, что мы как представляем из себя очень мощную рекламную систему этой рекламы, совокупность этой рекламы, блогеров и так далее, конечно же, нам предоставляет биржа скидки, очень большие скидки, поэтому по мере роста проекта и капитализации мы, конечно же, будем листиться и на Эксмо, и на Битхампу, корейскую биржу, то есть планируется около 100 бирж вообще. Я думаю, в 2021 году это будет, все листинки пройдут. Ну, это охренеть, конечно, амбициозно. А вот средний листинг сколько будет стоить? Вот минималка, которую тебе предложили, и максималка. Можешь биржи не называть, но хотя бы какие-то цифры сказать. Вот почем нынче листинг? Средненькую биржу назови, ну, просто в пример цену. Вот, например, кстати, тоже плюс нашего проекта Zetacrypt, что очень популярная, очень мощная биржа, например, по СНГ, ну и вообще и в Европе, и в СНГ, очень популярная, где около миллиона настоящих трейдеров сидит, они просят за листинг обычной монеты на троне на эфириуме 30 тысяч, какой-то такой с собственным блокчейном не особо проверенный, там может и под Балтос пойти, а нам около 7 тысяч долларов, то есть, и при том, что еще и в придачу анонсы все в своих соцсетях и так далее, поддержку, то есть, нам это, конечно, значительно дешевле, но сейчас листинги в любом случае дорогие, да, то есть, битхамп, там все равно там биток, 2 битка, 3, так что это есть такое. А есть вариант как-то распиарить монету так, чтобы к тебе самому обращались и листились, ну, скажем так, на неких бартерных условиях, вы нам трейдеров, да, аудиторию, а мы вам листим, такое возможно? Вот именно сейчас по такому принципу мы как раз и действуем в основном, что у нас огромное количество блогеров, которые делают рекламу, но нам что нужно? Нам нужны площадки для ликвидности, для того, чтобы рекламодатель мог купить монету, там, не через меня купить или обменник какой-то, а именно на бирже мог купить монету, заплатить ее блогеру, а блогер при желании в любой момент мог бы ее вывести в фиат, что-то себе купить, хотя в будущем мы сделаем однозначно пластиковые карты такие, где блогер сможет пойти в магазин и с этой картой прям в ТТ-крипто расплатиться, но это сейчас стандартная такая на самом деле вещь, Crypto.com это делает, это сделал там еще вот To The Moon проект, это в принципе ничего такого, но блогерам все равно это будет круто, потом впоследствии и их пользователи тоже смогут по этой карте, ну и суть в том, что сегодня мы не ищем у биржа пользователей, то есть у нас своих пользователей достаточно, мы просто ищем определенный функционал, то есть как именно в бирже, а не как вот то, что ой там залистите, чтобы нас там кто-то купил из ваших людей, нет, такого не будет, этого в данном случае, ну например, капитализация сегодня наших блогеров, вот просто одна реклама, это 100 блогеров, стоимость будет около 500 тысяч рублей, ну чтобы если сразу у всех блогеров, поэтому каждая биржа может посчитать, то есть например 50x, мы сейчас с ней тоже проведем переговоры, там листик небольшой, там около 150 долларов, мы готовы Я думаю них прайс пойдет, пойдет навстречу них прайс, ну конечно, потому что мы сделаем на всех блогеров рекламу 50x, и конечно выгоднее 50x, если объективно смотреть, что надо слистить, чем нам им платить и так далее, то есть поэтому такие моменты, но бинанс, но когда вин-вин вы все выиграете, это бинанс, да, здесь все, но бинанс, нет, конечно сейчас бинанс стоит листинг 200 битков, когда раскрутимся, когда будет очень мощная вот эта биржа блогеров, огромная экономика развитая, я уверен, что бинанс сама залистит. Ну или как минимум ценник упадет, явно не 200 будет, ну 20, там какое-то обеспечение им предоставить, ну 220 это разные, конечно, вещи, да, а с какой ценой хочешь выйти на биржу, если он, допустим, BTC Alpha 1 залистит, это, кстати, моя первая биржа была, я там с признан начинал, TTCrypto с какой цены там может выйти, 0.2, 0.3, 0.4 доллара, сколько? 0.5, я посчитал, что будет правильнее 0.30, сначала хотели доллар, конечно, я посмотрел пример, кто там залистился недавно за доллар, такой, кстати, мы сделаем все, но без, без пиара других примеров, просто пример, да, скорее всего, да, который упал сейчас, да, скорее всего 0.30 и будет введено количество монет, опять же, только те, которых мы можем обеспечить рекламой, это значит, что больше 50 тысяч монет просто в ордерах не будет, то есть, ну, люди не смогут купить много, мы возьмем только то, что нам не хватает на листинг на одной бирже, и, ну, собственно, и все. то есть, первых продаж вот таких, да, проплатывают листинги на других биржах, то есть, себе в карман ты еще не планируешь брать? Да, здесь мы ничего не берем, и самое главное, самое главное, те люди, которые купят на бирже 50 альфа, они в любой момент смогут оплатить рекламу, вот только то, что мы можем обеспечить рекламой конкретной, каждую монету, столько мы можем сейчас продать, потом, вот чем больше будет блогеров и так далее, конечно же, оборот будет, понятно, увеличиваться. Я им сам рекламу сделал на БТЦ, все-таки моя первая биржа, знаешь, а за ДТКрипто будет еще приятнее. Ну, кстати, я понимаю, я сам трейдер и аналитик крипто, и тоже рекламировал очень много проектов, то есть, в этом большой опыт, и, конечно же, понимаю людей, они спрашивают, ну, хорошо, а если там, ну, понятное дело, рекламу у вас купить, там на бирже, все хорошо, бизнес, бартер, это все круто, обычным, обычным людям как зарабатывать. Мы будем давать, во-первых, возможность, если человек приводит там блогера в систему, это блогер хороший, листицы и так далее, человек получает вознаграждение. Особенно хорошее вознаграждение будет, вот знаешь, за блогеров из Нигерии, из Южной Кореи, вот там, из таких вот иностранных блогеров, это будет очень хорошее вознаграждение, это первый момент, второй момент у нас будет второй бот, причем в ближайшее время, что человек заходит туда, выполняет задания, пишет комментарии, ну, это знаешь, вот сейчас начнут, ущерб начинают создаваться коммерческие аккаунты в ТикТоке, то, что какой-то бизнес, там, продажа обуви, продажа, там, еще чего-то, ну, в общем, бизнес. понятное дело, что просмотров у них будет очень мало, подписчиков мало, лайков мало, но для того, чтобы раскрутиться, им нужно это все. И человек сможет зарабатывать это крипто, просто ставя лайки, смотря видео, прописывая комментарии, единственное, мы будем следить, чтобы это все было без накруток, чтобы именно засчитывалось ТикТоком, как реальный просмотр, как реальный лайк, для того, чтобы эти бизнес-аккаунты продвигались самим ТикТоком дальше. Вот, поэтому это будет количество заданий ограничено, но при этом награды будут хорошие, вплоть там, до долгого раза задания. Поэтому человек сможет еще и зарабатывать на этом. А биржа у тебя какая будет? Биржа блогеров, ты говорил. Ну, бот, ладно, еще понятно, прям биржа, это прям как отдельный сайт. Уже в Телеграме можно вбить ТТ Крипто, там откроются каналы в поисковике и чуть ниже такой как ТикТок, подарок с логотипом, там бот. Он сейчас в процессе интеграции в него монеты на троне, что я думаю через пару дней запустится. Вот, ну и третий еще момент, да, то, что, как я рассказывал, так как трейдер сам, как людям заработать еще помимо этого момента, то есть на инвестирование или на трейдинге суть в том, что нам нужно максимальное количество рекламодателей, то есть рекламу там может заказать Роджер Вэр, тот же Джастин Сан, понятное дело, он узнает о том, что на его монете блокчейн. Роджер Вэр, подожди, это тот, кто в Порк создал битка, биткоин кэш? биткоин кэш и так далее. Для того, чтобы они все вот эти криптопроекты, международные, блокчейн стартапы, бинники, узнали о монете, первый момент, это листинки на других биржах, понятное дело, они сами сидят на этих других, на биржах, например, там, Крэкс 24, на Битхамбе, сидят, смотрят, видят, появилась новая монета, что за монета, надо посмотреть. Плюс Коин Маркет Кэп, конечно же, отслеживают эти все рейтинги. И, конечно, в какой-то момент, когда мы создадим максимальную ликвидность, нам нужно будет показать всю силу ТикТока, ну, например, то, что было на Таги Коин, только еще круче. Просто не для того, что прям мы такие вот спекулянты и все, но нам нужно для рекламодателя будет показать всю силу. Понятное дело, что люди в большинстве своей монеты будут пиарить в ТикТоке для того, чтобы поднять их цену или для того, чтобы увеличить количество пользователей для своих там проектов. И, конечно же, им нужно будет это показать. И в какой-то момент мы сделаем челлендж в ТикТоке по купе монеты ТикТок от этой крипты. Вот. То есть, ну, был челлендж в Доги Коин. И Доги Коин распампила три видео, кстати говоря. на 5500. А сколько там поднялось Доги Коин? С такого курса начали? С курса я тебе точно не скажу, я точно знаю на 30%. Но мне на Фейсбуке вот мне сразу ребята поделились, но там на 100 миллионов торги увеличились долларов. Это три видео с ТикТока. Ну, теперь представьте, конечно, что сделать 100 блогеров или 200, там, когда у нас уже будет по всему миру. Не, надо больше, конечно, больше. Вот, тут еще такой вопрос, ну, понятное дело, вот, купи ТТ Крипта, окей, может кто угодно запустить. А вот, если, допустим, какие-то, может быть, серьезные компании, организации, конторы, чуть ли там не Apple или, ну, те, которые, ну, скажем так, дорожат своей репутацией, будут ли они платить и покупать ТТ Крипта и оплачивать какие-то танцули вот этим девочкам-блогерам, которые в основном там. У меня, например, такой, знаешь, более серьезный контент, я могу там на зеленом фоне костюмчик надеть, что-то рассказать. А будут ли заходить вот эти вот танцы? Посмотри сюда, зайди сюда, ну, вот этот вот формат принятый. Те, кто, например, сидят в ТикТоке сейчас, они видят, могли заметить, что Сбермаркет очень сильно там пиарится и Райфайзенбанк. То есть крупный, там только крупняк сейчас сидит. Калгейт, Райфайзенбанк, по-моему, еще там Аэрофлот был. Но вот только крупные компании, они все больше заходят. Apple в том числе, там уже, по-моему, пиарится частично. Вопрос, да, они будут заходить, ТикТок рекламироваться, только единственный вопрос, будут ли они за эту монету покупать. То есть Криптаны, блокчейн-проекты понятны, им удобнее будет с криптовалютами работать. А тем вот, которые работают по договору обязательно, по всему, первое время, конечно же, мы будем обеспечивать это рекламное, потому что Токен это рекламное агентство создало. Почему у нас только блогеров, почему у нас уже, то есть есть фундамент. Конечно же, через рекламное агентство, да, мы будем проводить это все в обычном договоре за фиаты, только уже свой процент, ну и самим блогерам, уже самим переводить все, отправлять уже ТТ-крипто по такому принципу. Дальше, в будущем, когда цифровая экономика вообще по всему миру будет интегрироваться в реальный мир, уже законодательно, это все появится и так далее, конечно же, они будут тоже заходить уже за криптовалюту. но пока, конечно, прямо иллюзия о том, что Apple будет покупать токены на бюджеты в 10-20 миллионов долларов, чтобы расплатиться с блогерами, конечно, мне нету. Они могут со фиат это делать, да, то есть со мной, как с рекламным агентством договариваться, говорят, у тебя биржа блогеров, у тебя гарантия размещения, у тебя там такой выбор большой, мы хотим посотрудничать, но именно по договору там за доллары. Но я уже доллары буду конвертировать сам, и отправлять блогерам ТТ Крипта по такому принципу. То есть я просто буду управлять их аккаутом, все. Так, у нас вопрос. Горат Тур Москва. Цена сейчас точно за монету сколько? Сколько отвечаем? Самое интересное, что мы никакого пресейла, никакого ICO, никакого EO мы не проводим. То, что на бирже, когда выйдет там на Альфе, например, будет 0,30 долларов. И в Босс, когда будет выйти, тоже там будет цена 0,30. И, собственно, в них выставлены эти цены. Но сейчас нет никаких, вот знаешь, часто монеты начинают пресейл, собирают там чуть ли не год кучу каких-то денег, совершенно необоснованных. И не открываются, да, знаем мы это. Ну, либо не открываются, либо открываются, но потом такой слив идет на бирже, просто все пытаются продать, и это тоже, знаешь, очень плохой вариант. Примеров, опять же, очень много, даже этим летом, которые были, когда собирали слишком долго с людей деньги, а потом даже не дали им возможность выйти на биржу. Этим летом сильно было, да, согласен. Знаешь, прям какой-то хайп пошел, и вот эти баблозборы, и Дэфи, и что еще, короче, дофига, и этот, газ подорожал, всякие там транзакции. Идешь покупать кофе за этот, эфир, да, оплатишь комиссию больше, чем за чашку кофе. На хера такой эфир, да, именно комиссия. Монета там не нравится, но вот комиссии нет. И в чем мне понравился блокчейн Трон, там хотя бы действительно комиссии не такие большие. Но там сейчас комиссия 0,1 Трон, то, по-моему, это копейка или сколько там? Ну, это вообще, это копейка в прямом смысле этого слова. Кстати, вопрос, а на каких криптокошельках ты посоветуешь вот сейчас хранить монетки как раз ТТ-крипта, вот люди будут приобретать их. Где их хранить? Ну, вот есть же Тронскан, есть вот этот вот Тронклик, знаменитый кошелек, есть Трасти, там интегрировать тоже легко, прям можно. К тому же по Трасти тоже там своя тема есть, так что... Ну, это понятно, да. В общем, есть где хранить. Все, что Трон любит, да, там и можно. Все, где есть Трон, да, везде можно монеты хранить. Ну, тогда большое будущее. И такой вот тебе еще тоже вопрос очень важный. Твое мнение по поводу развития курса. Вот 0,30, он стартует, да, 0,3 доллара. А дальше? До Нового года вообще какие у тебя прогнозы? Какой-то памп, может быть, дамп, там еще что-то. От чего будет это зависеть? Смотри, сейчас волатильность особо не нужна проекту какая-то, знаешь, пампы, дампы. То есть, как я сказал, будет столько монет, сколько мы можем обеспечить рекламой. И сколько у нас есть блогеров. Это все конкретно. То есть, работа людей, она оцифрована. Пока у нас есть там работа на 100 блогеров, вот она оцифрована. Есть, ну, понятное дело, цену прибавляют еще и ликвидности. То есть, и боты, и биржи блогеров, и просто криптобиржи, там, кошельки, все эти, все что-то будет выходить. Кстати, мы очень важно будем интегрироваться в очень много стартапов. У меня есть один хороший приятель, который сейчас в США создает проект, огромный marketplace. Ну, понятное дело, мечтает стать аналогом Amazon. Это ему долго придется быть аналогом. на такую конкуренцию. Безос явно не будет подвигать свою лысую голову. Но суть в том, что он будет очень, он является одним из таких основных клиентов биржи блогеров. Он тратит огромнейшие деньги, готовится на блогеров из Америки, из России, вообще по всему миру. Ему все нужны. И он, в том числе, в качестве подарка, то есть, он будет платить за рекламу блогерам, но в качестве подарка он интегрирует в свою платформу возможность расплачиваться ТТ-крипто. В данном случае мы сделаем небольшой на этом маркетплейсе такой, как магазинчик, где можно, у нас же есть дизайнеры, которые там красивые вот эти лого делают и по ТТ-крипто, и просто по ТикТоку даже. Люди смогут купить там какие-то одеяла, подушки, все, что там, футболки, вот именно в этом магазине за ТТ-крипто. И много таких стартапов уже готовят, фоторедакторов, знаешь, которых там крутой он очень, его прям программисты сделали, а из-за кризиса нет средств на рекламу. То есть, что в данном случае мы делаем? Мы даем ему возможность прорекламироваться по бартеру бесплатно, но он интегрирует, например, вот из одной из приложений на своем фоторедакторе. Вот, например, помнишь, хайп был «Диснеевские глаза», даже до сих пор чуть-чуть. Вроде все ТикТок-блогеры, эти диснеевские глаза, и не только блогеры, сняться, и вот это приложение конкретно, которое будет именно хайповым в ТикТоке, в Инстаграме, оно будет стоить продаваться за ТТ-крипто. То есть, блогеры пропиарят, скажут пользователю, это же круто, давайте. Естественно, пользователи заходят в этот фоторедактор, видят так, ТТ-крипто надо купить, чтобы, ну, подписку платить. Даже пускай это будет там одна монета, две монеты, но с учетом того, что это миллионы пользователей увидят в ТикТоке, понятное дело, что это однозначно поднимет цену на монету, особенно с учетом того, что их всего 10 миллионов. Вот я тебя сейчас слушаю, но не слышу какой-то, знаешь, нотки сетевухи. Рефок нет, ничего нет. То есть, ты от MLM составляющей как-то вот так вот, да, отходишь в этом проекте ТТ-крипто, или я что-то неправильно понял? Сетевуха где? Все проекты у нас сейчас что предлагают на сетевухе? Получи рефку, 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 ты молишься, и ты рефки и сходишь с ума, короче. Ну да, спам очень много идет, действительно. Нет, никакой сетевухи нет, MLM составляющей вообще нет, потому что у нас нет никаких там промайнингов и так далее, которые... у нас этого нету, у нас на троне, то есть, во-первых, трон засмеет сам, если мы будем делать сетевухи какие-то, он скажет, вы что там делаете? Это первое. Купи Energy Diet. И самое главное, самое главное, я же как рекламное агентство, но я рекламировал и разные проекты, в том числе из 50 альфа, ну и некоторые знают, понятное дело, что я рекламировал и призму, Оура в свое время, Минтер, но при этом еще из того сообщества, у нас же два лагеря сейчас в СНГ, у нас лагеря сетевух, призму, Оура, вот это все, Йода, это, кстати, все друг друга знают, там все в одних чатах от них, хотя их же сидят, а есть второй лагерь, это как раз биткоин-сообщество, биткоин-энтузиасты, ну, которых будут на блокчейн-лайве, мы, кстати, тоже там будем. Да, да, мы планируем, 21-22 октября, мне должны ответить очень скоро по поводу нашего участия, там, да, блокчейн-лайв-2020, это хорошая штука, надо приходить обязательно, рекламу, рекламу сделали. что вот эти вот крипт-блокчейн-стартапы, ну, такие вот, которые любятся блокчейн-эфира, трона, они уже поддерживают этот проект, интересуются, и у нас получается две аудитории, то есть, если мы будем сейчас еще вот на BTC Alpha и там на Stax, и на других, ряде крипто-кошельках, то у нас будет две аудитории, чего нет, например, вот у Призма, Ура, Кубика и так далее, то есть, мы объединим всю российскую вот эту вот аудиторию для крипто-энтузиастов. Ну, объединение, это здорово, здорово. Надо выступить на блокчейн-лайв, или есть смысл платить им, не знаю, презентовать эту крипто, или еще рано? Самое главное, появятся скоро очень крутые визитки с QR-кодами, и тут даже не выступление будет главное, а то, что я сам лично буду ходить по всем стартапам на блокчейн-лайве, предлагать им знакомиться, подавать им визитку, ребят, рекламируйтесь. И, кстати говоря, уже пообщался с рядом таких авторитетов в крипте нашей, вот в России. Они говорят, очень будет круто раздать им визитки на блокчейн-лайве, потому что те, кому интересна сейчас реклама, это вот, наверное, из всех вот крипто-стартапов, 90% им интересно. Хотя бы даже на небольшую сумму зайти, им это интересно. Потому что реклама всем нужна. Кто это отрицает, тот, ну, это, не понимает, зачем. Потому что пиар, само пиар, это вот как Джигурда, как Владимир Вольфович Жириновский, врубается камера, не узнать человека вообще. То же самое и здесь, зато всегда ты постоянно в цене, постоянно, и всегда ты нужен. Любой крипте нужен пиар. Вот сколько вот у нас было проектов, ты уже назвал ряд из них. Ну, затухание идет. Почему? Потому что нет нормального продвижения. А кто возьмется? Ну, кто-то бы взялся, может быть, если бы человеку платили, а так, ну, смысл. Никто же бесплатно работать не будет. И действительно, вот эта вот альтернатива, там, тем же самым стейблкоинам, фиатным средствам, ТТ-крипто, я считаю, это очень хорошая альтернатива. И она, знаешь, я, короче, понял твой замысел. Ты хочешь замахнуться на платежную систему. Да? Ты хочешь сделать из ТТ-крипто типа платежную систему. Ну, да, экономика, внутри экономики. То есть, у блогеров будет своя собственная валюта. Опять же, почему она удобна? То, что комиссии, вот сейчас, у меня, я же уже много, уже довольно-таки давно работаю с блогерами, почему я это все сделаю, потому что только после того, как набрал огромный опыт в маркетинге, в том числе в криптоиндустрии, что очень сложно расплатиться с блогером из США и с блогером тем более из Африки и из Мексики. Вот даже сейчас некоторые криптопроекты говорят, мы хотим конкретно Латинскую Америку, хотим Бразилию, хотим Мексику. Так и с этими блогерами практически нереально расплатиться, потому что надо скачивать какие-то другие платежные системы, регистрировать там кучу документов, не факт, что еще отправиться. Нельзя по банковской карте провести, ведь туда, в Мексику, по Тиньковской или там Альфа-Банк, Альфа-Банк и так далее. И плюс еще сколько комиссии, денег нужно потерять на этих всех конвертациях, чтобы расплатиться. Просто жесть. Комиссия – это жесть. А тот одну копейку потерял, отправила девчонке Лорен Жерман или как-то из Америки, у нас есть блогер уже сейчас из США, просто отправил ей там копейку, потерял комиссии, все. Она получила за секунду деньги. Как бы прорекламировала. А я вообще жесть сегодня потерял, знаешь сколько? 103 доллара выводил из одного проекта, а в итоге у меня будет только 92 с чем-то. То есть 1% плюс 10 баксов на USDT. Вывел, блин, называется. Это 11% получается. Просто жесть. И конечно, если комиссия будет меньше 1%, это здорово. Вот есть платежки Perfect Money, Payer, AdvoCash. Вот пройдешь верификацию, у тебя комиссии поменьше. Не пройдешь, у тебя, во-первых, и лимиты, и комиссии. А здесь вообще шикарно, просто шикарно. И что еще мне нравится, так это то, что ну как бы ты берешь свою комсу 10% в боте или как это называется, ты рассказывал. А я встречался с такими, да, да, вот я договорю, встречался с недобросовестными, скажем так, посредниками, которые говорят, ты будешь за 200 долларов обзор делать? Я говорю, да, хорошо. А потом мне пишет сам рекламодатель и говорит поверх вот этого посредника, Руслан, а не охренел ли ты за 1000 долларов делать маленькую интеграцию? По-моему, у тебя ценник должен был быть меньше. Я говорю, в смысле, я же говорил 200. Так, так это значит, твой человек меня обманывает, выяснилось, был скандал, ну действительно, вот эти вот перекупы, мне кажется, посредник нахрен не нужен. Вот этот вот такой человек, который в 5 раз завышает. А здесь, при твоем случае, все честнее, есть платформа, и каждый знает, и продавец, да, ну, рекламодатель, и тот, кто делает рекламу, что комиссия 10% от суммы, там, или как-то вот так. И каждый понимает, что он не будет обмануть. А здесь получается, знаешь, я своей репутацией рисковал, что типа, а не охренел ли ты? Ну правда, если цена одна, а делают наценку не в 10, и даже не в 50%, а в 5 раз. Икс 500, ну, икс 5 накинуть, ну, это просто жесть. Паш, ну как вот с этим вот? Ну, это некрасиво. Попробуй сделать так, чтобы у тебя такого не было. Самое интересное, что с ростом количества блогеров, рекламодателей, комиссия будет снижаться, вплоть там до 3%, ну, потому что мы будем зарабатывать за счет большого очень оборота. Это первый момент. И второй момент, что, да, действительно, мы устраняем посредника в виде рекламных агентств и в виде менеджеров-блогеров, которые берут сумасшедшие оценки. Опять же, рекламное агентство, как оно работает, оно заключает договора с блогерами. Блогер фактически становится рабом, потому что он не может пиарить другое. То, что если вот скажет рекламное агентство пиарить, он будет пиарить. Все. Даже если это скам будет какой-то жуткий или там ставки на спорт или вообще там чисто разводилово, он все равно по договору должен это пиарить и рисковать своей репутацией. И если он что-то там даже для друзей сделает, например, рекламку, его там это рекламное агентство чуть ли там неустойку с него возьмет штраф, поэтому это очень сложно. И опять же, ну просто, да, и для рекламодателей того же. Почему он должен переплачивать там х2, х3 на рекламу? Если она стоит, например, тысячу долларов, он должен платить три тысячи долларов, ну для того, чтобы просто накормить рекламное агентство. А здесь все, да, и самое главное еще гарантия. Когда я подбирал блогеров, список, даже в ТикТоке, это же, я размещался очень многих. И скажу так, что каждый десятый блогер меня кидал на деньги. Это сейчас у меня появился комьюнити блогеров, которым я доверяю, которым мы уже давно работаем вместе, которые как раз сейчас раз там. Я сказал, давайте ТТ-крипто, все, давайте ТТ-крипто. А было, да, были куча и девок, и так далее, и парни, которые брали деньги, говорят, да, выпустим, выпустим. Ничего не выпускали, просто кидали и все. Ну, как бы, с чего с ними разбираться, если тысяча, три тысячи, пять тысяч рублей, но как бы, что там с ними? Все равно неприятно, понимаешь? Ну, неприятно, да. А здесь с биржей блогеров это просто отпадает, то есть человек заказывает рекламу, у него стопроцентная гарантия размещения, потому что блогер не получит деньги. А у меня вот, на самом деле, безупречная в этом случае репутация, да, в этой истории, вот, допустим, если я получаю предоплату, а я работаю только по стопроцентной предоплате, ни одного случая кидка не было, ну, потому что, во-первых, ну, человек слово, а во-вторых, ну, это по-деловому. Зачем мне слухи о том, что я кого-то кидаю? Может быть, сейчас, там, три-пять тысяч кто-то кинул и думает, что он крутой, может постоянно не работать и кидать людей, но все равно потом о нем узнают и не будут с ним работать. Он проиграет в долгую, а я, наоборот, хочу выиграть в долгую. Так что вот так вот. А в твоем случае, я так понимаю, что пока работа не будет выполнена, ее не примет заказчик, монеты как-то замораживаются от этой крипто в боте, да? То есть нет такого, что ты получаешь сразу предоплату, вот, и можешь кинуть, да? Ты, то есть, по максимуму исключаешь возможное мошенничество, да? Да, они уходят в холд и как только рекламодатель подтверждает, ага, все, реклама сделана, вышла. Размораживаешь ты, как владелец, да, вот этой всей истории? Ну, или администратор. твоя команда, да, вот это все, я понял. То все, они отправляют тогда уже блогеру монеты и процесс завершается. Это очень удобно. Ну, ты сейчас, может быть, какие-то средства собираешь, можешь, кстати, обратиться к аудитории. Понятное дело, в Инстаграме нас не так много смотрят, но на Ютубе потом в дальнейшем могут побольше посмотреть, может быть, какие-то донаты, какие-то пожелания, может быть, еще что-то хочешь сказать аудитории, которая, знаешь, смотрит на ТТ-крипты и думает, а заходить мне или не заходить? А давай-ка посмотрим крайнее на этот эфир слово какое-то, да, вот, от все вот это крипты Павла Алешина. может быть, может быть, он нас как-то сможет замотивировать, зайти сюда. Блогеры, не блогеры, не так важно. Что вот ты бы хотел сейчас пожелать людям, своему проекту, может быть, тебе действительно что-то нужно, а мы в состоянии тебе, допустим, ну, если не материально, то хотя бы информационно помочь твоему стартапу, да, а если материально кто-то захочет, может быть, тогда какие-то контакты тоже надо будет оставить. Скажи вот, что на душе у тебя. Потому что это в любом случае большая ответственность сделать вот такую вот, видишь, криптомонетку, блин, чистое золото, кстати, шучу, а то придут ко мне еще, заберут. Следи за новостями, опять же, рассказывать это блогерам, то есть у нас их много, но мы хотим еще больше, мы хотим до тысячи, вот в 2021 году. Вообще 2021 год, я собираюсь сделать годом, если сейчас вот конец года такой, знаешь, на хайпедефе, DeFi, децентрализованные финансы, то следующий год будет именно ТТ-крипта на хайпе, такой ажиотаж. Пока следите за новостями, смотреть, то есть на наши каналы, вот у нас уже все телеграм-каналы вышли, и, конечно же, учесть тот факт, что мы там не делаем какие-то при ICO, там вот эти все сборы, там, средств, ну, знаешь, смотреть, смотрите, опять же, за информацией, ее действительно получать верную, потому что пошли видео, я знаю, определенные такие, знаешь, человек совершенно не разобрал, вот у нас есть сейчас блогер вышел, я считаю, что ему надо ответить, потому что он будет смотреть, и вот эти все. А чего там, что, расскажи, в двух словах не называй блогера, не будем ему пиар делать. Да, пиар не будем делать, хотя можно сделать пиар, знаешь, кому, Дмитрию Васильеву, да, который призвал в чатах, и нам там скрины, да, который призвал в чатах, ребята, это который биржевекс, скаманувшая? Да, 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 который призвал в чатах, и мне присылают скрины вот с прошлого YouTube-канала, смотрите, пишите, ему там плохие комментарии, вообще совершенно не обоснованно, да, то, что я сказал, А зачем это делать? Это приколы, что ли? Существует сейчас призм МММ, это факт, да, что МММ... Меня зовут туда, но я не пошел, кстати. Ну, потому что МММ является официально призванной финансовой пирамидой, и за эти слова они такие, ой, как это так, призм пирамида? Ну, ребят, я назвал то, что есть абсолютный факт, реальность, да, то есть озвучил, поэтому за это там бежать, комментарии писать какие-то, ну, пишите, это только продвигает видео в поиске, и поэтому, конечно же, нужно отслеживать внимательную информацию по поводу Минтера, да, то, что всех там скажут, кто-то скажет, а Минтер, что ТикТок Коин был на Минтере, я сразу отвечу в этом видео по поводу Минтера всех слухов. Мы, я был одним, ну, таким основным инвестором этого проекта, я не создавал, то есть, эту монету, не было его SEO, не участвовал там в Zoom'ах и так далее, но у меня попросили деньги. Сказали, Минтер, это супер тема, вот Левелин, например, была монета, это был мой клиент вообще, который, кстати, из Америки, который сейчас Тейбл Коин создал, marketplace, ему просто было интересно, говорит, слушайте, интересно на Минтере попампить, там, посмотреть, как работает. Я говорю, давай посмотрим, хорошо, то есть, мне дал фикса, который я, типа, беру за рекламу, там, взяли небольшую рекламу, посмотрели, он говорит, слушай, мне не нравится, нажал на кнопку buy и все, вышел, но я этого не знал, что он будет выходить. Прикольно. Это по Левелину, да, это просто клиенты, клиенты разные, бывают по крикке, но сейчас я делаю свой проект, сейчас я не буду заниматься созданием комьюнити для других, только реклама в ТикТок, там, среди блогеров, поэтому уже вряд ли буду заниматься. Для себя любимого лучше должно пойти, да. Ну, конечно. Ну, и, конечно, тоже уже подустал, вот эти, знаешь, правда, очень много скамеров просят им комьюнити создать, тосты написать, но при этом говорят, что там все будет круто, развитие. А теперь по ТикТок тоже самое рассказывали, что супер монета, что сейчас там, она будет стоить доллар и, ну, прям, развивать ее самое благое дело. То, что людям дали деньги, на рекламу, опять же, на создание, да, бота я забрал тогда, который оплатил. Это вот единственный момент. А так, мной было потрачено этот ТикТок коин жуткие деньги на рекламу блогеров, на рекламу, там, ну, там, инфраструктуру, на все. С каким-то жутким минусом я вышел из этого ментора, причем вышел, потому что у меня были монеты, вышел самый последний, когда эти все спекулянты и сами те, кто делал эту монету, вышли. Тогда я только там вышел. То есть, с огромным минусом. И, к сожалению, да, там некоторые люди говорят, а вот ТикТок на Минтере мне приписывают. Я один из тех, как раз, кто на этом ТикТоке жутко деньги потерял. Поэтому вот так. Поэтому решил создать что-то свое и взять на это, ну, за этот продукт, за это детища ответственность. Потому что Минтер вообще, он как сейчас? Он популярный, не популярный? Это Гордеев, да, Минтер? Ну, Минтер, я знаю то, что сколько вот общался с крипт-энтузиастами, с биткоин-сообществом, что там нет возможности на самом деле развивать вот глобально проект. Там же деньги в воздух уходят. То есть, когда ты покупаешь тамные монеты, то все эти деньги, БП, они же туда, Гордеев, и в Минтер уходят. То есть, ты не получаешь средств на развитие своего проекта, только тратишь. Поэтому это тоже не самый лучший вариант. Да, действительно, по бирже блогеров у меня была давно идея, и здесь как раз еще и пришла мысль, а почему бы не сделать настоящую монету на настоящем блокчейне с биржами, с кошельками и так далее, и совместить это все. Только уже, конечно же, блокчейн уже, там, трон такой, который авторитетный, который листить на биржах можно. Вот, то есть, это такой момент. Так что вот так. Когда сайт запускается, компания, сайт уже выкупил домен? Домены уже выкуплены, да, сайт там дизайнер рисует, у нас крутой дизайнер, там все будет очень красиво. На этом сайте это будет как блог, то есть, можно следить за новостями, будет, white paper опубликован, в видосе, в видео, там, так далее. То есть, но биржа блогеров будет под другим доменом, тоже ТТ-крипто, под другим доменом. это уже будет как платформа такая, с мобильным приложением, она будет отдельно стоять. Я понял. Ну, хорошо будем ожидать, да, но в принципе до конца года планы амбициозные, да? Ты уже расписал себе, именно до 31 декабря, ну, как минимум, сколько ты ожидаешь бирж? Вот прям минимум, план минимум до конца года бирж. Я думаю, что... Прогноз, я не говорю, чтобы ты говорил, точно будет. Нет, прогноз, мы же не мошенники, Я сейчас ожидаю три биржи, минимум три биржи и кошелек, и еще будет один очень известный ботобменник, но очень известный, который прям в Телеграме, 150 тысяч пользователей у них сейчас, да, они в Телеграме, но тем же ТикТок-блогерам и ТикТок-аудитории будет удобнее там тоже пользоваться им. Поэтому... Ну договори, договори. Ну считай, два кошелька и три биржи. Понял, хорошо. Ну это все мы, кстати, обсуждали почти 50 минут, а у нас эфир всего лишь на час в Инстаграме, но нам в принципе хватает. Мы это все обсуждали в режиме онлайн. А планируется ли как-то ТТКрипто двигать оффлайн, или это не нужная история ввиду отсутствия MLM составляющей? Оффлайн-презы нужны по городам ездить, или это не нужно? Конечно же, я буду, и команда будет выступать и на разных криптоконференциях, форумах. Это тоже нужно для привлечения клиентов, рекламодателей. То есть, а так, ходить там что-то рассказывать по улицам, но это нет. С баночкой Energy Diet купи, пожалуйста, купи. Бизнес, бизнес, CV получи. Сетевухи. Знаешь, вспоминается, у многих может быть какое-то неправильное представление о том, что это такое. И вспоминается, мужик такой на диване с пузом сидит и смотрит там такой, выступает бизнес-тренер. Хочешь быть богатым? Да. Хочешь быть успешным? Да. Хочешь иметь хорошую жену? Жениться там на такой красавице? Да, да, хочу, хочу. Тогда нужно устроиться на работу, инвестировать. Ой, лохотрон. Знаешь, какое-то действие сделать уже, ну, в общем, не в почете действие какое-то. Все идут за легкими деньгами. Вот чем больше, наверное, какой-нибудь пирамидос или проект обещает, тем в него, может быть, проще поверить. В этом сейчас прикол, понимаешь? И это жестко. Это очень жестко. Что с этим делать? Как с пирамидосами бороться? Ну, это же, знаешь, это же психология. То есть, понятное дело, что сейчас я не могу сказать, вот мы создали криптовалюту для блогеров, ТТ-крипта, будем листиться на биржах, но, заметь, я за все 50 минут нашего эфира не сказал про пампы, что мы сейчас на 1000% вырастим, то есть, что сейчас вы там разбогатеть и станете миллионерами. То есть, больше акцентировал внимание на рекламодателей, которые сейчас зайдут в бот, например, купят рекламу или на холдеров, которые скажут, вот просто анализируют, думают, так, они сейчас в таких-то стартапах ходят, на таких-то биржах, вот у них будет столько-то рекламодателей, 10 миллионов токенов всего, надо посчитать, что же будет в итоге. Конечно же, большинство людей, вот таких вот, которые там любят пирамиды и все, они не посчитают, они хотят завтра уже получить деньги, 1000% да больше, больше, они хотят разбогатеть за месяц, но такого не бывает. Вот посмотрите фильм... Откуда бабки-то? Они же просто так не появляются, люди не понимают этого. Надо, я просто порекомендую всем посмотреть фильм «Игря на поддержение» с Кристином Бэйлом, вот в главной роли. Очень крутой фильм. Кристином Бэйлом, который в этом? Да, 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 да. Но он серьезный фильм. Там и Брэд Питт снимается, и это фильм про то, как ребята спрогнозировали кризис 2008-го и поставили вот эти шорты на рынок недвижимости и так далее. Они выиграли, да? Они выиграли от этого? Они были на нервах полтора года. То есть они платили еще при том, что банкам комиссию, то есть за то, что они эти свопы держат на шорт. Потому что когда ты держишь шорт, ты, по идее, таким биржам крутым платишь деньги за то, что ты шортишь. И они полтора года там нервничали, ходили, но в итоге, да, их прогноз оправдался. Но суть в том, да, они по 500% там сделали, по 600, огромные средства. Охренеть! Но суть в том, что они ждали полтора года, чтобы заработать такие деньги. То есть не... Кто ждет там за месяц... Я тоже был трейдинг, сколько трейдил, на самом деле легкие деньги, то есть никогда не бывает. Только когда ты там, например, спрогнозируешь рост, зайдешь в позицию, будешь сидеть, вот конкретно свою цель ждать там. Например, я вот заходил, тогда был обвал до 3500, еще помнишь, там в 2019-м зимой. Я заходил, тогда закупал, да, по 3500-4000, и потом уже весной, вот криптовесна-то была, по 12 тысяч выходил. Но сколько ждал, я тоже волновался, думал, а вдруг пойдет сейчас на полторы, на 500, и вообще беток соскальится. Но только долгие продолжители инвестиций, на них можно заработать деньги, на других никак. Согласен, согласен. У нас осталось буквально полторы минутки, и вот мне тут пишут, Руслан, привет, привет! Первый пирамидос вражки МММ мы можем многое. Нет, мы сегодня не про это. Хватит нам уже пирамидосов. Ты лучше в X-Fit сходи, в лучшую сеть фитнес-клубов России. Ну что же, Павел, тогда будем потихонечку уже прощаться. В принципе, ты на все вопросы ответил. Мне нравится, что ты на хейт ответил. Возможно, он будет еще увеличиваться, ну, по мере роста твоего детища. Поможем, короче, поможем в продвижении, мне это нравится. Всем, кому понравился этот эфир, кому понравился этот проект, пожалуйста, все ссылочки будут в описании к этому ролику. Я когда на YouTube все это загружу, там будут ссылки на Telegram-каналы, непосредственно на кошельки, где можно будет хранить от этой крипто вот этот Tron Scan, там Tron Link Pro, я имею в виду, и на компьютер, кошельки, и непосредственно мобильные приложения, чтобы вам было максимально удобно. Я тоже сейчас иду, после эфира обязательно в X-Fit мы потренируемся. Но для начала, конечно же, нужно эфир сохранить, и в ленте он тоже будет доступен как раз в IGTV. Обязательно заходите. Павел, спасибо тебе огромное за уделенное время. Надо будет сейчас скачать усиленно проект. Чем сможем, поможем. Что скажешь? Да, и тебе спасибо. Тоже будет скоро еще много других эфиров. Будем развивать проект. Я думаю, это будет очень интересно впоследствии. Я тоже так считаю. Так что все подписываемся как раз на ТТ Крипто Инфо вот на этот Инстаграм-аккаунт, на мои социальные сети, на социальные сети ТТ Крипто. И наблюдайте, ждите анонсов, когда будут первые листинги на биржах, потому что очень ждем, очень хотим уже торговать. Вот, определенные, как бы, денежные средства в свободном, конечно, режиме я храню. Никогда не заходите на кредитные, заемные последние средства. Всегда думайте своей головой. Помните, что инвестиции это возможности и риски, но без рекламы никуда. Так, у нас все, пару секунд осталось. Спасибо, огромное всем спасибо, на связи. Пока. Да. Всем пока, дорогие зрители. Четкий эфир, хороший, позитивный, продуктивный. Были разные вопросы, в том числе, Павел сам какие-то темы поднимал, как позитивные для него, так и негативные. На самом деле, должны быть яйца, чтобы создать свой проект на территории Российской Федерации, потому что у нас это как кара Господня. Если в Кремнием и Долине любят что-то создавать, там это поощряется. А здесь, если ты гендир или создатель, то ты априори уже плохой человек. Поэтому, блин, давайте дадим шанс пацану, посмотрим, как, что, чего, зачем и почему. Если понравится, зайдем, если не понравится, просто пройдем мимо. Видео носит информационный характер, ничего не рекомендую, ничего не советую, вот, потому что, даже вот когда блогер что-то снимает, тоже потом к нему претензии, а смысл, зачем? Я лично заходить буду. Ваше личное дело, хотите вы зайти в трендовую монету, которая потенциально может порвать рынок или нет? Здесь уже, подчеркиваю, решаете только вы. Я надеюсь, что какие-то моменты вам смог подсказать, задал те вопросы, которые вы мне заранее написали. Если что-то не написали, вы всегда можете в комментариях задать свои вопросы. Я комментарии ни в коем случае не удаляю, если они не содержат ни цензурную брань, либо неконструктивный какой-то там негатив. Если просто пишете херня или хорошо, то это не очень хороший комментарий для взрослого человека. Пишите, всегда аргументировано. По поводу бирж ждем, потому что сентябрь и октябрь 2020 должен быть продуктивным. Телеграм-бот тоже ждем. Пока что монету нигде не купить на момент записи этого видео. Но как только монета будет залистена на первую биржу, я обязательно сниму обзор по этой бирже и обязательно ее покажу. Пожалуйста, сейчас пока что не делайте никаких резких движений, просто изучайте, следите, наблюдайте за официальными каналами, а уже потом принимайте взвешенное решение заходить или не заходить в проект. Я очень хочу, чтобы вы всегда думали своей головой. Я показываю одно мнение, кто-то покажет другое мнение. Вы посмотрите графики, котировки, вам понравится, может быть, вам не понравится, а потом вы уже скажете, да, хорошая история, я захожу, либо нет, я пока посмотрю. Самое главное, если вы примете решение зайти, заходить на старте, потому что на старте лучше условия, и на старте вы даете некий толчок к развитию всей монеты, вы даете толчок к развитию любого проекта, поэтому имейте это в виду. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, потому что я буду часто снимать как раз про ТТ Крипта и, в принципе, про всю эту историю. Напишите в комментариях ваше мнение касаемо этой монеты, любое мнение, положительное, отрицательное, неважно, самое главное, чтобы оно было аргументированным. И помните, я ничего не удаляю, если вы не переходите на личности, если вы там мат не используете или неконструктив какой-то не гоните. Очень буду рад с вами пообщаться, спасибо вам большое те, кто смотрели в Инстаграме, кто сейчас посмотрит, но большая еще просьба, все-таки видео нужно поддержать, потому что, возможно, мы сейчас создаем нечто новое, нечто крутое, нечто интересное, а я, короче, домой поехал после тренировки, пойду видео монтировать. И пока я его буду монтировать, я буду помнить, что сделал хорошее дело, помог новому молодому стартапу заявить о себе, рассказать и вам показать. Я считаю, что это хорошее дело. А дальше уже люди рассудят. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова